В Самаре прошел гала-концерт масштабного международного антифашистского форума деятелей культуры «Гитары в строю». Концертную программу завершил российский певец «Шаман». Грандиозное завершение форума посмотрели 400 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона. Уже в начале июня певец вновь выступит в региональной столице в рамках своего гастрольного тура. Глава региона подарил исполнителю модель легендарного самолета Ил-2, который выпускался в Куйбышеве, запасной столице страны, в годы Великой Отечественной войны. В 27-м туре РПЛ Королесоветов уступили Оренбургу. Матч закончился со счетом 2-1. На 24-й минуте встречи судья Евгений Кукуляк, посмотрев видео повторно, назначил 11-метровый удар, зафиксировав игру рукой у Юрия Горшкова. Пенальти успешно реализовал Матиас Перес, открыв счет 1-0. На 53-й минуте Николай Расказов перехватил мяч на своей половине поля, продвинулся вперед и сделал передачу Нуамара Рахмановича, который и забил мяч, сравняв счет 1-1. На 67-й минуте капитан Оренбурга Дмитрий Воробьев замкнул навес в штрафную, забив победный гол 2-1. В следующем матче «Крылья» сыграют в Самаре с Ахматом. Игра 28-го тура РПЛ состоится в пятницу, 10 мая в 17.00. В Самарской области объявили желтый уровень опасности. 6 мая местами ожидают усиление юго-западного ветра с порывами 16-21 метр в секунду. Об этом сообщает Приволжская ОГМС. По избежанию несчастных случаев, Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендуют ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Россияне в воскресенье отметили Пасху с праздником. Православный христиан поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления. Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По окончании Великого поста необходимо возвращаться к привычному рациону постепенно в течение двух недель. Эксперты советуют соблюдать постепенный переход, сразу не набрасываться на продукты, которые были в ограниченном количестве во время поста. Есть маленькими порциями и каждый день в рацион включать разные продукты. Резкое потребление запрещенных во время поста продуктов может спровоцировать обострение хронических заболеваний и привести к желчно-каменной болезни или заболеванию кишечника. Эксперт рассказал пенсионерам, как не попасться на уловки мошенников в преддверии Дня Победы. В канун 9 мая государство разработало множество социальных мер поддержки людей пожилого возраста, поэтому несложно поверить, что звонок или сообщение настоящие. Желательно не принимать звонки от незнакомых абонентов или поставить определитель номера. Если человек, предлагающий какую-либо выплату, просит продиктовать код из СМС или внести предоплату, это обман. Необходимо перепроверять всю сказанную информацию в официальных источниках ведомств.